МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Союз. Самые важные и интересные события уходящей недели» в студии Таисия Сартакова и Лев Бахолдин. Ближайший час на нашем телеканале. Под покровом Божьей Матери мы все чувствуем себя детьми Божьими. Царицу Небесную почтила Православная Церковь. Духовная помощь жителям Преамурья. В Биробиджан доставлен ковчег с частицей святых мощей Георгия Победоносца. В северной столице освящено место для возведения первого в городе храма, который построят при участии Кипрской Православной Церкви. Осветил новый армянский храм и посетил православную святыню Уральской столицы. В Екатеринбурге побывал патриарх-католикос всех армян Горегин II. Переизданы впервые после революции. Вышли в свет два нотных сборника, произведения, авторство которых принадлежит членам императорской семьи. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? На уходящей неделе мы отмечали великий праздник – покров Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. В этот день главные для православных пензенцев торжества прошли в Никольском районе на горе Шихан, где по решению Священного Синода Русской Церкви возрождается Покровский женский монастырь. Ровно 80 лет на Шихане не было настоятельницы, но в день престольного торжества епископ Кузнецкий Никольский Серафим возвел монахиню Нимфодору в Сан-Игумении. Свидетелем исторического в жизни Пензенской митрополии события стал Евгений Белохвостиков. Служба под открытым небом, но покров в наших широтах явление редкое. Но легкий октябрьский морозец православных не испугал. Десятки верующих собрались в Покровский шиханский женский монастырь не только с Никольского района, но и со всех уголков Пензенской области. История обители на горе Шихан рядом с деревней Новая Селя началась полтора века назад. Когда-то здесь жили 250 сестер. Теперь на месте разрушенного Покровского собора, от которого остались лишь фрагменты фундамента, совершают литургию епископ Кузнецкий и Никольский Серафим. Согласно решению Синода, он возводит в Сан-Игумении новую настоятельницу обители, монахиню Нимфадору. Преклони, Господи, ухо Твоей, услыши моления наши, покажи рабу Твою сию, Игумении всея честные обители. Благодать Всесвятаго Духа через нашу мерность производит Тя, Игумению честные обители, владычицы нашей Пресвятой Богородицы. Аксио! На Шихане Игумении не было ровно 80 лет. В 1933-м умерла последняя настоятельница монастыря, матушка Серафима. А 20 лет назад над зарождением святого места начал трудиться протеерей Владимир Казнов, настоятель храма в соседней Ахматовке, уроженец здешних мест. Вновь та историческая связь времени, вновь она соединилась. И я думаю, что это служение монашеского такого делания, что Игумении, монахини, инокини послут в дело спасения этого места и всех приходящих в свою церковь обительства. От прежней обители осталось лишь монастырское кладбище. Шесть лет назад на средства благотворителей построили Сергиевскую церковь. Сейчас восстанавливают еще одну Никольскую. В 2010-м сюда приехали первые три монахини из Троицкого женского монастыря в Пензе. Старшей из них, матушке Нимфодоре, владыка Серафим сегодня вручил игуменский посох. Прими, Всечестная Мать Игумения, всей жезл, восприми полное начальство над своей обителью и будь матерью для всех приходящих в эту святую обитель. Большая ответственность. Отвечать за сестер. За святую обитель. Молиться за все. Конечно, это крест такой тяжелый. Я думаю, что дать Бог помощи, Божий. Все будет хорошо. Покровский монастырь – первый в Кузнецкой епархии, которая включает в себя восемь восточных районов Пензенской области. Это будет новый духовный центр. Пусть пока сестер еще не очень много. То есть у нас сейчас шесть всего человек здесь в обители. Но это уже группа людей, которая будет посвящать все свое время молитве. В монастыре нет ни газа, ни водопровода, ни асфальтированной дороги. Электричество еще только проводят. Но бытовые трудности насельниц не пугают. Тем более, что удивительная природа и ни с чем не сравнимое чувство благодати заставляют возвращаться сюда вновь и вновь. Уже 19 лет заключенные Бутырского следственного изолятора номер 2 в Москве находятся под Покровом Богородицы. Храм, носящий имя Божией Матери, отметил свой престольный праздник. Торжество в Покровской церкви традиционно возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Ренарх, председатель синодального отдела по тюремному служению. Тему продолжит Инна Тихонова. Одним из центров празднования Покрова владычицы в столице стал Покровский храм в Бутырской тюрьме. В других следственных изоляторах Москвы прошел День милосердия ко всем в аузах находящимся. Не случайно в праздничном акафисте поется «Радуйся, крепкая заступница сущих в плену и изгнание. Радуйся, попечительница в аузах и темница сидящих». В любом случае человек может прийти к какому-то пониманию, к сознанию чего-то только через себя. Только через себя. Для этого он должен задуматься, должен понять, должен осознать, должен посоветоваться с кем-то, высказаться кому-то. Поэтому религия, религия, какая бы она ни была, либо это православный, либо это мусульманин, либо это еврей, она очень важна. И поэтому здесь наша помощь просто оказать людям помощь в этом, чтобы они могли именно выйти на службу, именно пообщаться, подумать, что-то там пересмотреть для себя. В 20 веке казематы Бутырской тюрьмы освящены пребыванием в них святых новомучеников и исповедников российских. Сюда были заключены патриарши, местоблюститель, митрополит Петр Крутицкий, митрополит Серафим Петроградский, архиепископ Верейский Иларион, архиепископ Можайский Дмитрий, епископ Дмитриевский, Серафим и многие другие. Находясь здесь, в наши дни, многие заключенные с Божьей помощью смиряются и меняются. Ходил в церковь, но здесь как бы чаще стал посещать, и постепенно я чувствую, как меняется мое сознание, ко мне приходит все-таки. Ну, я уже ходил раньше в церковь, потом как-то отошло от меня, и по новой начал ходить, и сейчас меня посещает, как бы приходит постепенно сознание. Мне становится легче, мне легче думать, меньше плохие мысли меня посещают. По окончании литургии под молебное пение и колокольный звон состоялся крестный ход вокруг храма, в котором участвовали и заключенные. Они несли за престольный крест и икону. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Храм покрывал Пресвятой Богородице здесь, в Бутырской тюрьме. Это не только место, где заключенные и сотрудники тюрьмы находятся в единой молитве на литургии, но и причащаются за одной чашей. Каждый год в Бутырском следственном изоляторе заключенные совершают таинство крещения и венчания. А сколько таких? Официальные статистики в СИЗО не ведется. Но то, что люди здесь действительно исправляясь, меняют свое мировоззрение, это точно и немаловажную роль в этом играет работа настоятеля Покровского храма. Накануне престольного праздника к храму Покрова Пресвятой Богородицы села Романово Тульской епархии пришли люди, чтобы принять участие в историческом событии – освящении и установке купола и креста колокольни. С 2009 года старинная, но поруганная в советские годы святыня возрождается силами мэра Тулы и жителей окрестных поселков. Митрополит Тульский Ефремовский Алексей возглавил духовный праздник, собравший духовенство, прихожан и мирян Киреевского благочения под сходами Покровского храма в селе Романово, на колокольню которого были установлены купол и крест. Мы сейчас находимся около храма села Романово. Правда, от села уже осталось несколько домов, но восстанавливается храм. Восстанавливаться он начал в 2010 году. Перед началом монтажных работ владыка Алексей обратился к собравшимся с приветственным словом и совершил чин освящения креста. Благодарю Ктитора, сего святого храма и всех вас за те усердные труды, которые вы уже предприняли и призываю щедрые Божьи благословения на дальнейшее успешное посвящение о возобновлении на этом святом месте благодатной христианской церковной жизни. Для установки креста и купола на колокольню Покровского храма была вызвана спецтехника. Сегодня нам предстоит совершить подъем купола, шпиля. Затем мы будем подниматься уже вдвоем в корзине, устанавливать шар и крест. Кровля, она идет здесь сюжетная. Мы видим, что идет по краю узорчатая белая полоса, которая перекликается и с основным куполом. Она символизирует аммофор Пресвятой Богородицы. Поэтому сам купол сделан в форме белой лилии. Потому что церковное предание хранит весть о том, что когда Архангел Гавриил благослововал о рождении Сына Человеческого, то он вручил белую лилию из райского сада. Долгое время заняла подготовка подъема столь тяжелого груза. Но в конечном итоге огромный автокран, как пушинку, плавно поднял купол и крест. Храмы на Руси всегда возводились всем миром. И принять в этом участие считалось необходимым и богоугодным делом для православного человека. Проезжая мимо него, все на него смотрели. И как-то я его называл завущим храмом. Потому что он всех звал помочь, очистить, убрать, восстановить. И мы как-то взялись за это. Сначала выпилили деревья, потом проложили дорогу. Потом всем миром начали собирать, засыпать ямы, выравнивать, собирать кирпичи, расчищать. И потихоньку, потихоньку, год за годом начало все двигаться. То есть история начинает возрождаться. И храм становится такой доминантой, которая консолидирует людей. Вот это, наверное, самое главное. То есть каждый человек старается свою частичку души своей вложить сюда. И я считаю это очень важно, потому что в свое время эту частичку отняли. Порушили, поругали. И вот эти святыни намоленные, они стояли долгое время в ожидании того, вот той судьбы, когда люди все-таки вернутся к разуму и начнут вспоминать своих предков, начнут вспоминать Бога, начнут понимать, что натворили. И может быть, будет тот момент, когда наступит все-таки благодать, когда Бог простит нас за вот эти страшные деяния, которые были сотворены. С Божьей помощью, стараниями тех, кто не безразличен к возрождению духовного наследия предков, храм Покрова Пресвятой Богородицы обрел не только законченный вид, но и главное орудие спасения – православный крест. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, свое престольное торжество, встретила турковицкая женская обитель на Холмщине в Польше. Возрожденный в 2008 году монастырь в последнее время стал источником новостей. Депутаты местной гмины, аналогы российских сельсоветов, проголосовали против строительства колокольни и небольшого храма на территории обители. Чем вызван конфликт, пытались разобраться корреспонденты Восточноевропейского бюро нашего телеканала. Пять лет назад в селе Турковице в Люблинском воеводстве Польши началось возрождение Покровской и Турковицкой обители. Православной Люблинско-Холмской епархии удалось выкупить один гектар земли, на которой некогда находилась часть построек монастыря, основанного еще в 1902 году. Из бывшей чайной, где принимали гостей обители, удалось обустроить храм, в котором сейчас на службу собираются девять сестер во главе с Илуминой Елизаветой. Зимой в этой церкви довольно холодно, она не отапливается. Стоит потребность в строительстве небольшого теплого храма. Недавно, по представлению архиепископа Люблинского Холмского Авеля в Мину Вербковицы, аналог нашего сельсовета, был направлен документ с просьбой изменить план хозяйствования монастырской земли в Турковицах. Такая формальность необходима для того, чтобы возвести новые церковные постройки, небольшую часовню, колокольню и отапливаемый храм. Войт Гмины Лех Бойко подготовил положительное решение и вынес его на Совет Гмины. Но результаты голосования депутатов оказались неожиданными. Вот один был за, 11 против и трое воздержалось. Всего было 15 депутатов в форум. На мой взгляд, тут вверх взяли эмоции, так как Рада, все комиссии Рады Гмины побывали в Турковицах, чтобы поговорить с местными жителями. Попытались и мы узнать мнение жителей. Сейчас в Турковицах проживают католики. Если молодые ничего не имели против застройки территории православного монастыря, то старшее поколение относится к развитию обители и к сестрам с подозрением. Общество сильно не доверяет этому. А почему не доверяет? Потому что говорят одно, а делают другое. Должен был быть дом молитвы, там где сейчас церковь стоит. Сейчас вторую хотят строить. Если у них есть церковь, зачем им второй храм? Противникам развития монастыря доводы о том, что у Морозы холодно служить в неотапливаемом храме и что сестры имеют полное конституционное право строиться на своей территории, как хотят, ничего не говорят. Самая главная тревога для них, что с развитием монастыря грянет русификация. Они в газетах пишут, что здесь царь гостил. Но царь был, когда Польшу разделили. Ну а сейчас Путин будет приезжать, что ли? История православия в представлении многих старожилов и действительно начинается в царские времена. Но главная святыня этого края, турковицкая икона Божьей Матери, была явлена православному люду Холмщины, не при царе старостотерпца Николая II. Но еще в конце XIV века, при польском короле Казимире III Великом. Князь Владислав Апольский тогда привозил в глубь Польши из русского Белза великую православную святыню, икону Божьей Матери, впоследствии названную Ченстаховской. Народное предание гласит, что оплакиваемая православными святыня неожиданно явила по дороге еще один свой чудотворный образ. Точное подобие Ченстаховского. Необычное событие произошло под турковицами, где впоследствии был образован мужской монастырь. Он был закрыт в униадский период и возобновлен как женский в начале 20-го столетия. С этой иконой связано и создание монастыря, и, можно сказать, вся история Польши. В ближайшее время Любинско-Холмская епархия повторно будет подавать Гмину представление об изменении плана хозяйствования территории Покровского монастыря в Турковицах. Если депутаты Совета Гмины снова проголосуют против, дело пойдет в суд. Монастыре же надеются, что до суда не дойдет. Молимся, чтобы Господь как-то покрыл нас и Божьей Матерь, чтобы помогла преодолеть все то, что трудно. Мы следим за развитием событий. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Польша, Турковицы. Полторы тысячи жителей одного из столичных районов обратились к правительству Москвы с просьбой воссоздать храм в честь преподобного Сергия Радонежского на его историческом месте – Ходынском поле. В XIX веке собор, стоявшего в расположении военных казарм и построенный на средства офицеров и солдат, был символом русского воинства, рассказывает Ксения Малеженкова. Почти 30 лет на территории Ходынского поля стоял храм в честь преподобного Сергия Радонежского – Центральный собор Российской армии. В 1920-х годах он был снесен по решению Московского политотдела Красной армии, так как плохо влиял на политвоспитание бойцов. Во время строительства этого жилого массива святые кирпичи его основания были найдены, но безжалостно закатаны в асфальт. И теперь люди, гуляя здесь с детьми или со своими домашними любимцами, даже не подозревают, что в прямом смысле идут по истории. В 2000 году по благословению преснопамятного святейшего патриарха Алексея II был создан приход преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Прихожане начали служить молебной, разыскивать архивные документы. В 2005 году община зарезервировала земельный участок под строительство храмового комплекса, а в 2006 году был изготовлен новый проект. 12 лет все ждали начала строительства. Каково же было возмущение местных жителей, когда в начале сентября этого года Москомархитектура объявила о создании на территории Ходынки ландшафтного парка европейского образца без храма и аллеи славы. Былые заслуги русского и советского воинства преданы забвению. Мы когда узнали, что он не включен в планы по проектированию здесь, то мы, конечно, были очень этим обеспокоены. Потому что время идет, и год уже заканчивается скоро, и власти должны знать нашу позицию по поводу восстановления этой святыни. Тем более, это храм был первый в Москве, который был одноразрушен большевиками, и он должен быть обязательно восстановлен. Чтобы привлечь внимание властей к восстановлению исторической справедливости, приход провел на Ходынском поле молитвенное стояние и велопробег в поддержку строительства собора преподобного Сергия Радонежского. В нем приняли участие известные спортсмены и общественные деятели. Журналисты Аркадий Мамонтов и Борис Корчевников молились вместе с прихожанами. А чемпион мира Сергей Федоткин, чемпион России Александр Сокменев возглавили крестный ход с иконой Божьей Матери в руках. Богородицы, не ворадуйся, благодатная Мария за Господь собою. Участники проявили настойчивость. По месту предполагаемой стройки крестным ходом прошли 12 раз. В честь того, что они не намерены отступать от своих планов, посадили дуб, как символ крепости и непоколебимости веры. 200 велосипедистов в жилетках и с флажками с лозунгом «Воссоздадим храм» объехали весь район Ходынского поля. Мы все делаем ради благого дела, все ребята здоровый образ жизни, это очень радует. Молодежь нынче очень трудно чем-то заинтересовать, сидят в компьютерах, но нам такое неинтересно. В ближайшие округи нет ни одной церкви, и жители района остро нуждаются в месте для молитвы. Храмов действительно просто катастрофически не хватает. Мы утром были на службе в храме всех святых, там битком, там действительно негде упасть и яблок. Если есть возможность вот этого чудовищного здесь строить, как это все сооружение, почему нет, не позволить нам православным построить храм, где бы мы могли прийти, молиться? Проект строительства храма уже существует. Он предусматривает создание аллеи славы летчиков, погибших во время испытаний на Ходынском аэродроме. Конечно же, мы будем бороться до конца, потому что в канун 700-летия преподобного Сергия это будет неправильно, если нас не услышат, это будет неправильно, если не обратят внимание на наши духовные традиции. И самое, наверное, радостное событие для нас сегодня это то, что Господь нам по милости и по молитве преподобного Сергия Радонинского послал частичку мощей, которая будет сейчас находиться в этом храме. И каждый раз в воскресенье будем совершать молитву именно перед этой иконой с частичкой мощей. Это, я думаю, укрепит нашу веру, сплотит наши роды. И то решение, которое сейчас формируется, решение застройки парка, оно будет построено так и устроено так, что все дорожки в этом парке будут вести именно к храму. В столице острова Корфу в городе Керкера прошел второй российско-греческий фестиваль акварелий. Он был приурочен к открытию 12-го международного общественного форума «Русская неделя на Ионических островах». Итогом фестиваля стала масштабная выставка работ художников-аквалеристов двух стран. На торжественном открытии экспозиции побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева. Узенькие улочки и аллеи в венецианском стиле, старинные каменные фонтаны и мощенные вековыми плитами площади, морские пейзажи и обрамленные зонтиками пальм набережные. Все эти полотна, радующие глаз многочисленной публики, написаны всего несколько дней назад на совместном пленэре мастеров акварели из Греции и российских художников. Керкер – это действительно остров акварелистов. И здесь действительно более сотни художников, ныне здравствующих, живущих. Их дети, которые переняли их таланты, это продолжается. Поэтому тут уже целые, мы видим роды, присутствуют целые семьи, которые продолжают эту традицию. В фестивале приняли участие художники Греческого центра изобразительных искусств Курокеана и известные акварелисты Керкеры. Российскую сторону представляли руководитель и педагоги школы и Академия акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. За три дня пленэра художники из России написали 48 живописных полотен, посвященных необычайно лазоревому ионическому морю, ласковому солнцу, прекрасному архитектурному ансамблю улиц и площадей города Керкеры. То, ради чего сюда приезжают тысячи людей из самых различных уголков мира. Долго выбирать понравившийся пейзаж на Корфу художникам не пришлось. Здесь каждый квадратный метр площади острова, сочетающий в себе античную древность, итальянскую изящность и английский комфорт, источник визуальных образов и настроений. Достаточно было выйти из дома, установить мольберт и начать переносить на бумагу нахлынувшие эмоции и впечатления. На мой взгляд, не хватит жизни, чтобы вот ту красоту, которая представляет из себя море, это все изобразить, почувствовать, ощутить. Это дорогого стоит. Художник из Москвы Наталья Беседнова на Керкере впервые. За два дня пленэра, предшествующих выставки, она успела не только написать 15 акварельных картин, но и познакомиться с местными красотами и достопримечательностями. Это не туристическая поездка, это нечто потрясающее. Вот сейчас идешь по городу, это родной город, из которого жалко уже уезжать, потому что здесь люди, которых мы полюбили. Сергей Андреяков предложил греческим художникам закрепить дружеские связи ответным визитом в Москву и провести совместный пленэр и выставку в российской столице. В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа растет число православных церквей. Храм Владимирской иконы Божьей Матери появился в скором времени в поселке Светлый, а в Приполярном завершается строительство деревянной церкви в честь архистратига Божия Михаила. Недостроенный храм уже стал духовным центром Приполярного, самого молодого поселка в Березовском районе. Средний возраст жителей 33 года. Приход здесь образовался постепенно после визита югорского священнослужителя. Начиналось все в детском саде, выделяли комнатку, приходили два-три человека помолиться, потом по совете начали выделять нам комнату, там больше, до 20-30. А вот в храме последний раз, когда была Пасха, было около 90 человек. Первые службы начались еще в недостроенном храме. Как только крышу накрыли пленкой, дверь занавешивали дарнитом, установили тепловую пушку и проводили службы, крестины и даже венчание. Вообще, мне кажется, даже многие семьи поменялись. Мужчины стали ходить в храм, по-другому стали относиться к женам своим, с женой тоже. Меньше стали по гаражам прятаться, стали сюда больше ходить работать. Здесь как-то спокойствие. Придешь, работаешь, сам себе хозяин, что-то колотишь, что-то строгаешь, пилишь. Мужики начали заниматься хоть как-то чем-то. Нам бы, конечно, пораньше прийти к этому. Может быть, и ссор было меньше в семьях, и как-то дружнее бы жили. Действительно, с соседями бы как-то дружнее все было. Ну, вообще, все бы в жизни по-другому было бы. Сейчас уже строительство здания практически завершено. Около полумиллиона рублей на изготовление куполов выделили газовики. Вся резьба по дереву выполнена руками одного из прихожан Валерия Сумец. Царские врата, дьяконские двери, распятие, икона на входе в храм тоже изготовлены из натурального дерева мастером из Серова. Освящение нового храма должно будет состояться уже в следующем году. В планах открытие воскресной школы. Жители сами уже выбрали небесного покровителя. Мы написали письмо владыке, прошение о названии, скажем, этого храма. И, как говорится, владыка уже благословил присвоить приходу храма в поселке Приполярном небесного покровителя. Это архистратика Божия Михаила. По поводу настоятеля вопрос практически решен. Предприятие «Газпром Трансгаз Югурск» уже выделило для будущего священнослужителя жилье. И как только откроется зимняя автодорога, прихожане Приполярного, а также Хулимсунта и Никсимволя обретут своего настоятеля. В Санкт-Петербурге на проспекте Народного ополчения заложена церковь в честь святых жен Мироносец. Это первый храм города, который будет построен при участии Кипрской православной церкви. Чины священия камня на месте возведения Дома Божия совершили высокий гость из Греции митрополит Константийский Василий и епископ Царскосельский Маркел. А по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира уже образована приходская община, настоятелем которой назначен священник Георгий Христич. В день основания нового городского храма иерарх Кипрской православной церкви и викарий Санкт-Петербургской епархии отслужили торжественную литургию в церкви святителя Петра митрополита Московского на проспекте Стачек. Богослужение совершалось на церковнославянском и греческом языках. В память о совместной службе были произнесены благодарственные слова и вручены церковные подарки. Владыка Василий в частности преподнес епископу Маркелу панагию с образом святого Епифания, архиепископа Кипрского. После богослужения в храме святителя Петра митрополита Московского два иерарха русской и кипрской православной церкви возглавили чин закладки храма в честь святых жен Мироносец на проспекте народного ополчения. Дом Божий будет воздвигнут рядом с мемориальным кладбищем на месте упокоения сотен воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Благословляется камень сей окроплением священной воды сия, непоколебимое основание храма, создаваемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В основание храма архиереи заложили солдатскую флягу. Ее нашли поисковики на известном Невском пятачке, где за первые два года Великой Отечественной войны было убито более 260 тысяч человек. В памятную капсулу вложили также грамоту и греческую иконку. Нас объединяет православная церковь, которая и в России, и на Кипре. Мы разделяем, мы все являемся христианами, и то, что наше здесь присутствие, мы едины в нашей вере. Инициатором строительства церкви стала группа жителей Красносельского района. Идею поддержали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и депутат законодательного собрания Виталий Милонов. Дом Божий в северной столице будет воздвигнут в неовизантийском стиле по аналогии с русским свято-никольским храмом, который действует на Кипре. Мне кажется, что посещение этого храма будет не только интересно, но и полезно всем тем, кто хочет прикоснуться ко всей полноте православной традиции. Ведь именно из Византии пришло православие сюда, в Россию, в Санкт-Петербург в конце концов. И действительно, ведь когда ты слышишь слова, прославляющие Господа на всех языках, ты преисполняешь радости от того, что братское общение не ограничено только нашим городом, нашей страной, оно вселенское, всемирное. У строителей местные жители надеются, что храм станет жемчужиной и духовным центром района. Строительство церкви – значимое событие, ведь место рядом с ней памятное и свято для многих людей. Это место на костях, где погибло очень много народа. Мы все дети войны, дети знаем, что это такое, пережили это. И это место святое для нас. И мы очень благодарны, что мы сможем прийти, отдать дань памяти своим погибшим. Два моих дедушки тоже погибли в эту страшную войну. Один погиб под городом Лугой, другой под Выборгом. И я очень рад, что в такой солнечный день произошла закладка храма. Помимо храма здесь также планируется построить духовно-просветительский центр для работы с молодежью и социального служения. Строительство храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова должно начаться в следующем году в польском городе Белостоке. Центр подлясского воеводства может украсить и бульвар в честь Иоанна Теолога. Так по-польски звучит имя евангелиста и любимого ученика-спасителя. Градостроительную инициативу о создании семейной зоны отдыха выдвинули архитекторы из числа прихожан будущего храма. Приход святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова находится в молодом районе Белостока-Ботечки, где живет много молодых семей. Он опекает несколько отрестных школ. Атестованные церковью священнослужители в качестве катехизаторов, штатных учителей преподают закон Божий ученикам православного вероисповедания в государственных учебных заведениях. Прежде всего, детей надо учить любить, убежден архиепископ Белостокский Игданский Иаков, и учить евангельскому пониманию любви, а не той трактовке этого чувства, которое часто можно увидеть на экранах телевизоров. И необходимо помнить о словах Иоанна Богослова. Кто говорит, что Бога любит, а ближнего своего ненавидит, тот лжец. Таким образом, отношения любви к Богу коренятся в любви к ближнему. Если любим ближнего, значит, любим и Бога. Но и сегодня в практической жизни очень необходима взаимная любовь. Без взаимной любви невозможно строить надлежащим образом здоровое общество. Общество не будет здоровым, если отношения между людьми не будут основываться на любви. Должна быть любовь. Тогда не будет насилия. Тогда не будет войн. Тогда не будет разделений. Следовательно, мы должны бороться за любовь со всей силы. И примером для нас является святое сего дня. Есть дешейшие швенты. Настоятель храма, отец Марек Вавренюк, сообщил владыке и прихожанам, что в следующем году в приходе должно начаться строительство основного храма в честь Иоанна Богослова. Во временной церкви уже давно все не помещаются. Основываются новые регионы города. И каждый регион новый нуждается в храме, так чтобы совершалась правильная приходская жизнь. И как кажется, в практике это видно, что более правильная жизнь приходская развивается тогда, когда есть больше храмов. Поменьше храмов, но их больше. Потому что настоятель и священники из данного храма могут знать хорошо своих прихожан. Они их посещают на дому. Но когда есть слишком большой приход, тогда, конечно, всех не знают. Приход святого Иоанна Богослова в Белостоке, он выделен из самого большого прихода белостокского, свято-духовского. Появились новые жилые дома, появилось много семейств православных. И была нужда немножко выездить на встречу жителям этой территории. У нас подготовка документов вся. Ожидаем на разрешение на стройку храма Иоанна Богослова. Строится приходской центр, который вы видели. Подарком прихожанам к следующему престольному празднику может стать открытие приходского дома. Помимо торжественных мероприятий, конференций здесь планируются воскресные встречи после литургии для всех желающих. Возможно, за приходской территорией на месте заросшего леска появится и место отдыха для всех горожан – бульвар святого Яна Теолога, апостола Иоанна Богослова. На бульваре будет обустроен амфитеатр для разного рода представлений и семейные зоны отдыха с развлечениями для детей. Архитекторы проекта, прихожане храма, надеются, что за него будут голосовать все жители Белостока, вне зависимости от вероисповедания. Голосовать можно на интернет-странице www.bialystok.pl, а также в нашей церкви и в специально предназначенных местах для голосования в Белостоке. Голоса принимаются до 25 октября. Более подробно о проекте бульвара в честь Яна Богослова в следующих информационных материалах Восточноевропейского бюро телеканала «Союз» из Белостока. В результате постигшего Дальний Восток небывалого стихийного бедствия уровень воды в реке Амур побил все прежние рекорды. В среднем при Амуре на территории Биробиджанской епархии оказались затопленными 25 населенных пунктов, пострадали социально значимые объекты. Чрезвычайная ситуация отразилась и на охране государственной границы с Китаем, которая проходит по фарватеру реки Амур. Сейчас жители региона нуждаются не только в материальной поддержке. Крайне важна и духовная помощь. С тем, чтобы духовно поддержать и укрепить пострадавших от недавнего стихийного бедствия жителей Среднего Преамурия и воинов-пограничников, архиепископ Биробиджанский Кульдурский Иосиф обратился к главе администрации города-героя Волгограда Роланду Тамазовичу Хирьянову с просьбой на время предоставить ковчег с частицей святых мощей великомученика и победоносца Георгия. Ролан Тамазович откликнулся на эту просьбу и 12 октября ковчег с чтимой святыней был доставлен в Биробиджан. Мы сердечно благодарим мэра города Волгограда за предоставленную возможность молиться перед такой величайшей общихристианской святыней, частью мощей святого великомученика и победоносца Георгия. Вчера и сегодня биробиджанцы приходили к мощам святого великомученика Георгия, моля его заступничества и предстательства на нашей приграничной территории. В Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана во время всеношного бдения, когда состоялась встреча ковчега, все присутствующие смогли поклониться мощам одного из самых почитаемых святых. С глубокой древности святой великомученик и победоносец Георгий считался особым покровителем нашего Отечества и православного воинства. Мы особенно чтим святого великомученика Георгия, потому что веками он являлся особенным, благодатным заступником православному воинству. Всякий раз воинские походы, наши православные воины брали изображение святого великомученика Георгия, изображали его на стягах, на знаменах, и не случайно этот святой воин наконец стал гербом и нашего первопрестольного града Москвы и изображается на гербе государства российского. Мощи святого великомученика Георгия Победоносца сейчас находятся в Благовещенском кафедральном соборе и доступны для поклонения верующим. В ближайшее время ковчег с мощами святого посетит пострадавшие от наводнения районы и пограничные заставы Среднего Преамурья, неся людям духовное утешение и ободрение. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз». Восстанавливается Екатеринбургский собор Успения Пресвятой Богородицы в районе Верхесецкого завода. Один из самых старейших и самых величественных храмов Уральской столицы в годы безбожия он был перестроен под хлебозавод. Около пяти лет назад здание было возвращено церкви и ныне возрождается. В ходе подготовки к первой после многих десятилетий божественной литургии прихожане провели в разрушенном соборе молебену субботник. Впервые храм Успения Богородицы был построен на этом месте еще в 1761 году. Он был деревянный, а в 30-х годах XIX века началось возведение каменного здания. Статус собора пятикупольный храм получил в 1912. С 1930 по 2008 год здание собора принадлежало хлебозаводу, а затем было возвращено церкви. Возле собора обустроили маленький храм, в котором сейчас свершаются богослужения. А главное здание постепенно приводится в порядок. Силами прихожан из собора вывезено несколько камазов мусора. В плачевном состоянии его практически не видно, потому что, вы можете обратить внимание, только купольная часть осталась, остальное все практически залеплено уже современными советскими пристроями, обстроями, которые всю красоту собора скрывают. Даже некоторые части просто демонтированы. Вот колоннада с этой стороны должна быть, и с той стороны, то есть три колоннады даже. Входная часть под колокольня, слева и справа должны быть колоннады, их нет. Купол разрушен, все разрушено, плачевное состояние. Почти готов проект реставрации собора. Только на то, чтобы разрушить все возведенные в советское время перегородки и пристройки, понадобится 50 миллионов рублей. А потом еще надо будет реконструировать. Общая площадь собора – 4000 квадратных метров. А пока прихожане делают то, что им по силам. Решено отслужить в соборе божественную литургию, а для этого провести субботник – убрать мусор, обрезать торчащую арматуру, помыть окна, отгородить часть помещения полиэтиленом, чтобы можно было его обогреть, а также провести электричество и обустроить алтарь. Для этого в храм собрались около 150 человек – люди со всего города. Вы здесь впервые? Да. Что вас сюда привело? Желание помочь. Как узнали? С сайта. Увидел объявление. СМС. А в каком районе вы сами живете? Эльмаш. То есть переехали с Эльмашем? Да. Сегодня, допустим, я пришла первый раз сюда и немножко такой шок испытала, когда увидела этот храм. Но думаю, с Божьей помощью мы здесь справимся обязательно. Здесь будет уютно и очень хорошо. Несмотря на то, что он разрушенный, в нем ощущается какая-то вот именно вот благодать и вот именно вот помощь. Почему-то раз он имени Преста Богородица, то вот именно вот ее помощь ощущается. Ставя участниками восстановления собора могут все желающие, ведь это дело не только жителей района Виза, но и всего города. В 250 лет люди приходили и молились на этом месте. В 1921 году несколько месяцев в этом храме служил один из святых, святой новомученик Сергий Увицкий. И у нас с вами появляется эта возможность приложить свои труды, силы, ресурсы, молитвы, добрые дела для восстановления этой удивительной святыни города Екатеринбурга. Мы часто проходим, проезжаем на машинах, на транвае, на кольце, на транвае, на вокруг храма. И бывает так, что мы просто опускаем глаза. Ну, дело видишь, что мы там не знаем, не понимаем. Может, даже и не знаем, что это храм, в котором расположился когда-то хлебозавод. Но пришло время поднять глаза. Пришло время осознать, что всем миром и только всем миром мы можем делать это удивительное дело Божье. Помогай нам всем Господь. Поддержать восстановление собора можно через сайт православной службы милосердия. Екбмилосердие.ру В Москве в Белом зале трапезных палат храма Христа Спасителя от имени мэра Москвы при поддержке церкви детям с нарушениями зрения вручили красочные издания. Напечатал их фонд иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. На церемонии побывала Ольга Снесаренко. На протяжении нескольких лет в храме Христа Спасителя вручают книги, изданные фондом. Сам фонд был основан в 1994 году. С тех пор десятки тысяч детей с нарушениями зрения получили книги, изданные особым образом. Гимн России в детских рисунках. Именно такую книгу получили десятки московских школьников, ученики начальных классов коррекционных школ, инвалиды по зрению. Издана она в честь столетнего юбилея со дня рождения автора текста Сергея Владимировича Михалкова. Иллюстрации книги нарисовали такие же школьники, участники международного конкурса детских рисунков. Дорогие детишки, когда смотришь на вас, хочется верить и понимать, что нас ждет только хорошее. Добра вам, дорогие. Будьте счастливы. Пусть все, что вы сегодня здесь получите, и те благословенные эмоции, которые вы переживете, будут для вас, наверное, своего рода благословением на всю вашу жизнь. Пусть Господь пребывает со всеми нами. Эти книжки особенные. Брайлевский текст, зашифрованный выпуклыми точками, малышам до школьного возраста читать еще рано. Для них важнее изображение. Оно должно быть рельефным, тактильным, выпуклым. Для создания таких книжек используются очень сложные полиграфические технологии. Вот здесь видно, что все конструкции, скажем, городские, они вырезаны по конкурсу. И ребенок может понять, что такое шпиль башни, что такое станкинская башня, фонари. Они могут с помощью остаточного зрения оценить перспективу в этой книжке. Они могут на ощупь понять, что представляет собой объект. И очень много разнообразных технологий позволяют им оценить характер поверхности. Это выборочный лак, блестки. За 20 лет фонд издал около ста книг. Это детские сказки для совсем маленьких детей. И классические произведения уже для старших школьников. Все книги распространяются бесплатно, благодаря активной спонсорской поддержке государства, крупных компаний и русской православной церкви. Да, я много читаю. Я люблю читать какие-то рассказы, скажем, про школу. Я детективы люблю больше. И приключения, и фэнтези тоже, в принципе, люблю. Замечательным дополнением к иллюстрированному подарку стал музыкальный. Организаторы подготовили для детей концерт, на котором выступили ученики детского хора «Гнесинки». Митрополит Екатеринбургский Верхотургский Кирилл посетил храм Армянской церкви в Екатеринбурге «Сурб Карапет» в честь Иоанна Предтечи. В минувшие выходные дни здесь происходило историческое событие – освящение храма, для чего в столицу Урала прибыл патриарх-католикос всех армян Горигин II. После освящения храма делегация Армянской апостольской церкви посетила храм на Крови и духовно-просветительский центр «Патриарше Подворье». Армянская апостольская православная церковь – одна из древнейших христианских церквей, имеющая свои догматические и обрядовые особенности. На протяжении многих веков Русская православная церковь и Армянская апостольская церковь находились и ныне находятся в братских отношениях. Поэтому прибытие в Екатеринбург главы Армянской апостольской церкви стало значимым событием для города. На освящении храма также присутствовали митрополит Екатеринбургский Верхотургский Кирилл, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Яков Силин, представители городской и областной администрации и, конечно, армянской общины. Великий день, великое и славное событие, историческое событие, пришествия сюда патриарха всех армян Горегинов. Я думаю, что этот день навсегда останется в памяти всех тех, кто был сегодня здесь на этом богослужении и кто с любовью будет впредь приходить сюда и молиться здесь о спасении своей души и о помощи своим ближним. Должен сказать, что в нашем городе память Иоанна Претечи является особой, потому что в годы лихолетия в городе Свердловске был только один храм. Храм во имя Иоанна Претечи. И более чем полуторамиллионный город, верующие люди этого города приходили туда молиться. И мы можем представить себе, что и по нынешний день, в сегодняшнее время катастрофически не хватает храмов в городе Екатеринбурге. После освящения храма митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл пригласил армянскую делегацию в храм на Крови и в Духовно-Просветительский центр Патриаршей Подворье, места, связанные с мученическим подвигом святых царственных страстотерпцев. В память о посещении Екатеринбургской епархии владыка Кирилл передал патриарху Католикосу Горегину и патриаршему экзарху в главе Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви архиепископу Эзрасу Фарфорову и бюсты царя Николая II. Патриарх Католикос Горегин II оставил запись в книге почетных гостей. Сегодня в городе Мегионе Ханты-Мансийской епархии действуют два православных храма. В воскресные и праздничные дни каждый из них полон молящимися. Особенно много в приходах юных мегионцев. При храме Покрова Пресвятой Богородицы действует Центр развития для детей в возрасте от двух до трех лет. А при Елизаветинской церкви недавно открылась воскресная школа для всех желающих. А как более 20 лет назад зарождалась православная община в городе, кто стоял у истоков православной веры, жители смогли узнать на выставке «История православия в городе Мегионе». Подробности в сюжете Иоанны Сорокалетовой. Духовные песнопения в исполнении коллектива театра музыки стали настоящим подарком и украшением открывающейся выставки. Фотографии, документы, редкие книги, иконы – все это по крупицам больше года собирала автора исследовательской работы и выставки «История православия в городе Мегионе» Наталья Бренич. Религия государства, они всю жизнь шли параллельно друг без друга, это невозможно, и упустить из истории, выпустить из истории города – это невозможно. А мы Краеведческий музей, мы собираем и должны сохранить все стороны нашего края, жизнь нашего края, и прежде всего-то люди. Сегодня мы начинаем видеть на этой выставке, как это все устраивалось. Потихоньку, по небольшим трудам, можно сказать, по кирпичику каждый человек, который нес и устраивался храм Божий, который мы сейчас можем лицезреть, в который мы сегодня можем входить и пребывать в нем, получая благодать Божию в этих храмах. Наталья Егоровна не раз встречалась с первыми прихожанами храмов, и их родственниками собирала сведения, документальные свидетельства и фотографии. А все для того, чтобы мегионцы и гости города узнали о том, как появились на территории нашего города православные храмы и кто являлся основателем веры в Мегионе. Основа общества нашего развития – это вера. И чем крепче вера будет православие наше, тем крепче наше будет общество, тем крепче будет наша югра и наша Россия. Те, кто помогали Наталье Брейниче в исследовательской работе, священнослужители, сотрудники и прихожане храмов, интересно дополнили своими личными воспоминаниями историю православия в городе Мегионе. Экспонаты очень интересные, все мне очень понравились. Так что дай Бог здоровья, Божьей помощи организаторов этой выставки. И дай Бог, чтобы побольше было посетителей, чтобы ознакомились с этой выставкой, чтобы у каждого посетителя возникла искорка потребностей веры православной. Как выяснилось позже, на открытии выставки коллектив театра музыки тоже стоял у истоков зарождения православия в нашем городе. В 1992 году хор вместе со своим бессменным руководителем Ириной Стоцкой пел во время приезда первых священников в Мегион. А когда в город назначили постоянного батюшку отца Ростислава Петрова, ни одно праздничное богослужение не проходило без участия коллектива. И поныне эта добрая традиция существует. Показательно, что такое уточнение в летопись православия в нашем городе состоялось именно на открытии выставки. Это еще раз доказывает, что белых пятен даже в истории нашего небольшого города еще много. И в силах каждого из нас внести посильную лепту в ее дополнение. История не закончилась. Это лишь только начало, продолжение будет. Посмотреть уникальную выставку «История православия» в городе Мегионе могут все желающие по адресу Проспект Победы-30. Президентская библиотека имени Бориса Ельцина представила двухтомник «Династия Романовых. 400 лет. Альбом-каталог нотных изданий». В рамках этого события в Президентской библиотеке Санкт-Петербурге впервые за сто лет были исполнены музыкальные произведения, авторство которых принадлежит членам императорской семьи Романовых. Двухтомник «Династия Романовых. 400 лет». Альбом-каталог нотных изданий. В Президентской библиотеке прошла презентация двух книг. Вошедшие в них материалы переизданы впервые после революции. В этот сборник включены копии редких и антикварных нотных изданий с отчинениями самих членов царской фамилии. Эта книга станет источником новых открытий для музыкантов со всего мира. Им может быть пополнит их исполнительский арсенал. Во втором томе опубликованы балеро, памятная кантата и еще немало сочинений великой княгини Александра Иосифовны. В свое время эти произведения были тепло приняты и домашним окружением, и музыкальными кругами Петербурга. В рамках презентации издания нотных сборников «Дома Романовых. 400 лет» в Президентской библиотеке впервые за 100 лет были исполнены музыкальные произведения, авторство которых принадлежит членам императорской семьи Романовых. Когда вот началась презентация этого альбома-каталога, мы были в диком восторге, что такой концерт. Я вот за час, вот мое мнение, когда прозвучала кантата, я увидела историю России на протяжении всего периода. Я первый раз услышала. Я вообще многие вещи, вот сегодня то, что говорили, озвучивали, у меня душа пела, у меня была такая гордость, у меня вот что какая наша Россия богатая, какая большая, сколько всего. И вообще вот все переполняет меня. Я безумно счастлива, что я здесь присутствую. Сегодняшнее событие дает возможность увидеть всю династию в совершенно новом свете. Дает возможность увидеть действительно венциносную семью, как некий идеал, идеал семейный, духовный, идеал общественный. Те образы, которые рождает музыка этого сборника, это образы, безусловно, новые для многих нынешних россиян. В известном смысле мы открываем забытую Россию. Проект возрождения забытой музыки императорской фамилии продолжался в течение четырех лет. И самая сложная работа заключалась именно в выявлении из 350 тысяч изданий фонда библиотеки произведений, которые посвящены Дому Романовых. Они уникальны. Многие из них интересны не только музыкальным содержанием, но и тем, что это документ эпохи. Он очень содержательный, он несет большую информацию просто об исторических моментах Руси, о которых, может быть, историки даже и не знают. А вот музыкальное сочинение часто фиксировало мельчайшие события. Издание «Дом Романовых. 400 лет» – совместный проект президентской библиотеки и российской национальной библиотеки уже стало библиографической редкостью. И благодаря информационным технологиям и профессионализму сотрудников двух национальных библиотек, издание, которое стало общественным достоянием, приобщит многих читателей и исследователей к уникальному историко-музыкальному наследию. В Уральской столице в рамках Международного музыкального фестиваля Евразия состоялся благотворительный концерт православного хора «Византион» из Румынии. Необычно то, что концерт прошел не на светских площадках, а в храме Большой Златоуст. Первые же секунды выступления румынского православного хора «Византион» в Екатеринбургском храме Большой Златоуст создают атмосферу службы в Афонском монастыре. И это не случайно. Вот уже 16 лет «Византион» ежегодно служит на Святой горе Афон. А еще постоянно листролирует по миру, ожидаемый тысячами благодарных слушателей. Хор «Византион» был создан в румынском городе Ессы по благословению митрополита Молдавского и Буковинского Теофана. Все его участники – выпускники православной семинарии и факультета иностранных языков. Пятеро из них – священнослужители. Мы приятно удивлены, говорит руководитель хора Адриан Сирбу, тем, что аудитория Екатеринбурга так любит византийское пение. Мы стараемся показать, насколько это красиво. В манускриптах говорится, что музыка исполнялась как на европейских, так и на славянских языках еще со времен Авы Паисия Величковского. Благотворительный концерт православного хора «Византион» состоялся в связи с международным музыкальным фестивалем Евразия, проводимым Свердловской областной филармонией. В рамках фестиваля реализуется проект «Шелковый путь». Караваны, которые его прокладывали, несли свою музыкальную культуру сюда, в Екатеринбург, соединившей Европу и Азию. Музыканты почти одновременно с нами с такой идеей вышли, что мы хотели бы спеть именно в русском храме. А у нас храм колокольный Большой Златоуст — это новое храмовое сооружение, которое вписалось уже на новом этапе в архитектуру, вообще в духовную жизнь нашего города. И поэтому совместно с «Метрополией» мы этот концерт организовали. Это редкость, это эксклюзив. Тем более радостно, что наша публика, наши люди смогут познакомиться с этим большим куском человеческой культуры и истории. Возрождая и сохраняя в своем творчестве традиции священных песнопений Восточной Церкви в контексте западной культуры, хор «Византион» вносит свой вклад в сохранение и возрождение тысячелетней традиции монадического пения. Сложность и в то же время уравновешенность звучания, отсутствие искусственности и какой-либо экстравагантности стиля создают удивительный музыкальный образ, о котором румынский историк Николай Йорги сказал «Византия после Византии». Храмы сохранились, и мы можем построить копию древнего храма, знакомые с литературной традицией. Мы читаем людей, творения людей, святых отцов, которые жили тогда. А вот певческая культура, она такова, что ее даже и нотами записанную, ее нельзя механически передать. Она передается только от живого человека к живому человеку. И вот те люди, которые сегодня к нам приехали, это, я бы сказал, непрерывная традиция. Под сводами Большого Златоуста прозвучали древние христианские гимны, богослужебные песнопения на латинском, греческом и церковно-славянском языках. Наступление хора вернуло слушателей к истокам православного церковного пения, объединяющего, что важно, людей во всем мире. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Завтра, 21 октября, Русская Церковь чествует Собор Вятских Святых. Во вторник мы вспоминаем апостола Иакова Алфеева. В среду Собор Волынских Святых и память преподобного Амвросия Оптинского. А на следующий день по традиции вспоминается весь Собор Оптинских Старцев. В субботу, 26 октября, мы чествуем Пресвятую Богородицу и ее иверский образ. А в воскресенье вспомним Святых Отцов Седьмого Вселенского Собора. О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова